Всем привет, ребята! С вами снова Илья, и вы только посмотрите, что у меня здесь есть. Огромная коробка. А что в ней? Сейчас вы увидите. Динозавры из легендарного документального сериала «Прогулки с динозаврами». Сейчас я вам их всех покажу и подробно о них расскажу. Пойдем по порядку серий. Первая серия называется «Новая кровь». Постазух. Красавчик такой хороший. Я его сделал вот довольно-таки неплохо, на мой взгляд. Жил этот хищник около 220 миллионов лет назад на территории современных Соединенных Штатов. В триасовом периоде. Ну, действие серии говорит само за себя. Правда, в документалке он квадропедальный, хотя на самом деле он ходил на двух ногах. Так, кто еще из «Новой крови» у меня тут есть? Целофизис. Тоже очень опасный и свирепый охотник. Который был очень быстрым и ловким. Хоть и не очень большим. В длину всего 3 метра и весом 45 килограммов. Его длинные узкие челюсти запросто помогали ему... Очень легко помогали ему вырывать куски мяса и хватать рыбу. Тьфу ты. Триноксодон. Которого в документалке назвали Цинодон там. Хорошенький, да? Я нюхаю камеру. Чем-то на собачку похож. Согласны? Правда, же он намного раньше, чем происходит действие сериала. 250 миллионов лет назад. В самом начале Триаса. Так. Кого бы еще взять? Из «Новой крови» кто-нибудь? Вот. Плацериас. Крупное травоядное существо, которое питается в основном растениями и всякими водорослями. Они встречались довольно редко и не так часто, как показано в сериале. И найти такую добычу для пустозуха или даже целофизиса было редкой удачей. Пу. 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 Красавец, да? Платиозавр. Платиозавр. Крупное существо. Крупный травоядный динозавр, который передвигался в основном на двух ногах. Даже не в основном, а только на двух. А в документалке он квадропедальный. Крупный травоядный динозавр. Крупный травоядный динозавр. Петейнозавр. Мелкий птерозавр, который питается насекомыми. Он умел очень быстро летать, взмахивая крыльями точно бабочка. Его крылья это, по сути, мембраны, которые держат вот этот длинный четвертый палец. Помните, как он в документалке такие курлящие звуки издавал, как голубь? Вот, их я буду класть сюда. Подальше отодвину штатив, чтобы лучше видно было. Коробку подвину поближе. Так, вторая серия это у нас Время Титанов. Из этой серии у меня есть Диплодок. Один из главных персонажей. Красавец. С шипиками на спине. В длину его там... Сказали, что он в длину был до 40 метров. Хотя, по факту, его длина была всего лишь около 23 метров. Красавчик. С хвостом напоминающим хлыст. Уравновешивает мощную шею длинный хвост с элегантным кончиком напоминающим хлыст. А в том РТП, помните, как сказали? Но говорить не буду, чтобы не позорить никого. еще один гигант Брахиозавр. С таким хвостом, с ногами и с длинной шеей, которая тянется вверх, чтобы достать до листьев. Красный гребень на голове. Пускай тут стоит. Так. Следующий. Стегозавр. Красивый травоядный гигант с большими пластинами на спине и мощными шипами на хвосте. Он хоть и выглядит красиво, но при этом очень опасный. И в документалке его пластины слишком большие. Хотя на деле они должны быть поменьше. Поставлю тут рядом с теплодоком. Мелкий хищник. Орнитолиостас. Его название переводится как птичий разбойник. Такой маленький, с гребешком на носу, которого у него на самом деле не было. И у него еще были перья. Красавчик. Видишь мой глаз. Так. И последний динозавр из этой серии. Это у нас Аллазавр. Наш с Андреем любимый динозавр. Хотя постойте. После того, как я сказал, что у него любимый динозавр это Аллазавр, он стал говорить, что у него тоже. Может он просто меня повторить решил. Может быть, может быть. В общем, вот такой Аллазавр у меня тут получился. Третья серия под названием «Жестокое море». Криптоклид. Крупный плезиозавр. Плезиозавр средних размеров, который был в длину около 6 метров и весил около тонны. Имел 4 ласта, которые позволили ему летать по воде с высокой скоростью. Некоторые ученые даже считали, что он мог выбираться на сушу. Однако сейчас известно, что они этого делать не могли, как показано в сериале. Мы у мамы на шее, мы у мамы на шее. Так, следующий у нас кто тут? Офтальмозавр. Глазастый ящер. Одна из моих любимых морских рептилий. У него были небольшие зубы, которые позволяли ему хватать моллюсков и мелких ракообразных, которыми он питался. А также он мог есть мелкую рыбу. Акула, которую в фильме, в сериале по названию ее не назвали, простите за тавтологию. Она называется хибот или гибот. Они бороздили океаны задолго до появления рептилий. И являются свирепыми хищниками, которые нападают на все, что им вздумается. Эустрептоспондил. Крупный хищный динозавр из семейства мегалозаврит. И он даже чем-то напоминает тираннозавра. Но больше всего он похож на обычного мегалозавра. Красивый. В длину он достигал до 6 метров. Помните, как он наставил рамфаринхов на палтам? А вот, кстати, и он. Рамфаринхи ловили рыбу, пикируя в воду, как чайки или олуши. Крылья у них очень маленькие, но при этом они позволяют им хорошо маневрировать. Хотя на самом деле они не такие уж и маленькие. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И вот всеми любимый Лиоплевродон. Маленько потрепался, потому что долгое время лежал. Я эту коллекцию лепил несколько месяцев. Я не шучу. Я её начал любить в мае и закончил вот сейчас, в июле, после дня рождения. Ну, ну, вы уже поняли. Вы помните мой праздничный клип. Ну да ладно, отошли мы маленько от темы. В общем, вот такой красивый леб-левродон, который был в длину более 6 метров, а в документалке почему-то как кит почти 25 метров весом 150 тонн. Походу они там маленько офигели. Так, пусть полежит тут. И перейдём к следующей серии. Гиганты неба. Топижара. Или же Тупандактилус. Хотя это не один и тот же птерозавр, но тем не менее. По факту это Тупандактилус, а в документалке его назвали Топижарой. Как чайка он там орал тоже. Пускай тут полежит. Следующий это у нас Тропиогнат, которого там назвали Орнитохейрусом. Красивый. С гигантским размахом крыльев. Более 8 метров. 8,5 метров, если быть точным. Ютараптор. Хищный динозавр, который мог нападать на более крупную добычу. Намного превышающую его по размерам. Хотя сам он по себе был довольно крупным. В длину более 7 метров. А весил полтонны. Видишь мой глаз. Хороший такой Ютараптор у меня получился, согласитесь. А вот и его добыча. Игуанодон. Крупный динозавр, который передвигался стадами в основном. И часто держался вблизи полакантусов, которых... Которого я не слепил. Красавчик такой. Они маленько запачканные, потому что очень долго лепил. Долго держал. В темнице, так сказать. Ну и следующая серия. Духи ледяного леса. Ли-элинозавр. Маленький травояшка. Который, предположительно, жил в группах. Но доказательств тому нету. Увы. Но хотелось бы. Очень миленький, кстати, в документалке он был. Гигантская амфибия. Кулазух. Вообще, Зухус переводится как крокодил. Хотя эта амфибия не связана с крокодилами вообще никак. Но крупная амфибия, которая запросто могла проглотить небольшого динозавра. Мутабуразавр. Красавец из семейства игуанодонтидов. Этот динозавр имеет на носу вот такие мешки, чтобы дуть в них, предупреждая либо в опасности, либо замышляя какое-то дело. Главный хищник Сирии Австралавинатор. Так называемый полярный аллазавр. Ну да, по строению тела он напоминает аллазавра. Так. Прости, бабушка, потом прочитаю. Красивый такой динозаврик. Опять же. И переходим к последней серии. Гибель династии. Торозавр. Торозавр. Крупный циратопсид из семи... Родственник три циратопса. Имел на воротнике вот такие отверстия, которые были затянуты кожей. А вот эти пятна, это, скорее всего, додумка авторов, опять же, для украшения у него такие пятна были. Он очень похож на три циратопса. Но череп у него подлиннее. Следующий у нас бронированный танк. Анкилозавр. Весь в шипах, пластинах и колючках. На носу у него... Тьфу ты, на хвосте у него такая мощная колотушка была. Пу-тыщ. Камеру разбить может. Красавчик. Согласны? С помощью этой брони он защищался от охотников. Анато-Титан. Крупный растительноядный динозавр из семейства утконосых динозавров или гадрозавров. Гадрозавры самые вредные. Так однажды пошутил автор канала Микс-шоу. Хотя на самом деле это был обычный динозавр, который ничем таким не выделялся. Разве что своими размерами почти в 10 метров. И, наконец, охотники серии. Дромиозавр Альбертенсис. Который был там показан несколько раз. Когда охотился на тестилозавров, там он в воду вот так прыгнул. И когда пытался своровать яйцо у главного хищника. А вот и он. Знаменитый и всеми любимый тираннозавр Рекс. Главный хищник мира динозавров. И не только своего времени, но и самый сильный динозавр из всех. Хотя у него есть несколько конкурентов, но тираннозавр всё равно остаётся самым известным. Это очень хороший. Вот вся моя коллекция динозавров из прогулок с динозаврами. Как вам понравилось? Если да, то ставьте лайк. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик. И всем пока-пока.